В общем, сегодня мы посвятим опять наш семинар новой физики, так называемой. Новый. Да, новый. Чрезвычайно новый, хотя эффект, о котором я буду говорить, впервые был сформирован, по-моему, в 1945-1946 году, а впервые был поставлен в 1960 году, это был эксперимент, но ему долго не верили, и наконец-то в 90-х годах он был сделан этот эксперимент точно и корректно, используя сверхпроводники. И в него сейчас никто верит, но его предпочитают почему-то образом замалчивать. Значит, мы попытаемся его применить к нашему семинару, который проходил практически уже год назад, связанным было с всевозможными эффектами Козырева. Эти эффекты Козырева, значит, можно попытаться как-то интерпретировать и понять все эти вот этого самого эффекта, который называется эффект Аронова-Бома. Значит, кто такие наши эти ребята? Ну, Аронова больше ничем, по большому счету, не знаменит. Это израильский нынешний профессор, тогда молодой человек, в 1959 году. Он занимался, учился в Британии и занимался физикой в университете Хайфа. Кто такой Бом? А Бома – это достаточно известный человек, достаточно крупно известный физик уже был к тому времени, то есть к 50-м годам, но так появилось, что в это время появилась эпоха мокротизма, и Бома в Америке посадили в тюрьму. То есть то, что он дал, отказался дать свои показания против своего народа. Вы помните, вся эта охота на ведьм, вся такая такая вещь. Он практически год просидел в тюрьме, после этого физикой, конечно, в Америке не смог заниматься, и проехал в университет Сан-Павло. Побыл там некоторое время, после этого пошел, начал преподавать и работать в университете Хайфа, где встретил Аронова и кучу другим его народа. Вот, такова его история. В дальнейшем, после того, как он сделал этот самый эффект, он написал много книжек, так скажем, условно говоря, на американский лад, можно назвать ее философией, и в том числе он оказал большое влияние на голографическую теорию мозга, так называемую. Именно то, что, как ни странно, люди, о которых я говорил в совершенно других семинарах, то есть, например, тот же Станислав Гофф, очень много ссылается. Ну, а было бы, я вам скажу, что здесь было, когда мы говорили о воспоминаниях, например, когда мы воспоминаем, пытались сделать электрограмму человеческого мозга, и стало ясно, что, когда мы что-то вспоминаем, например, стол или стул, у нас активизируется не один какой-то участок мозга, а весь мозг воздействует. Поэтому они назвали голографическое или какие-то другие у них есть термины, они состоят в том, что у тебя есть некие мозги, длинные, предлинные волны, в которых это дело и обстоит, в которых полностью записывают эргенософию. А может быть, там не лучше было бы ее обстоит? А что, мешает? Сидит, все нормально. Решает? Ну, как-то так, немножко, да. Загонек красный справа еще. Сидеть, вот, а тебе не проще, что я сидеть не будет? Там у меня еще не улыбокат. Ну, по скаппу раздвинем. Ну, вот. Ну, вырежем, да. Значит, в чем он состоит, собственно, эффект? Эксперимент, какой был привлажен. Мы все знаем закон, второй закон Ньютона. Он состоит в том, что если тело у вас ускоряется, то есть движется, то, значит, на него воздействует каким-то образом некая сила. Если у нас что-то происходит, то у нас есть некоторая сила. Сила равна массовому ускорению. Есть, кроме того, у нас и, значит, и первый закон Ньютона. Он состоит в том, что если на тело не действует никакая сила, то, значит, у нас оно либо покоится, либо движется равномерно и прямовременно. В квантовой механике, как ни странно, появился некоторый эффект, о котором эти два закона совершенно образованы, не выполняются. Ну, единственное, что я говорю, первый закон немножко о другом говорит. Он говорит, что существуют такие системы. Да, существуют. Ну, хорошо. Существуют такие системы. Но очень важно нам понимать следующее, что если у нас нет силы, то в системе ничего не происходит. Если у тебя на частицу не действует некоторая сила, то в частице у тебя опять ничего не происходит. Да? Не происходит. Эксперимент, который был предложен, значит, аэроновым бомбом состоит в следующем. У вас квантовая механика. У вас есть явление интерференции электронов, да? Вот вы берете тоненькую нить, допустим, какую-то, и на ней электроны будут интерферировать. Это означает, что позади этой нити будет интерферационная картина. То есть будут пики, будут темные зоны, потом опять будут светлые зоны в пике и так далее. То есть будет система интерферационных полос. Почему? Нить, в смысле, там за двумя отверстиями? Просто длинные бесконечные. Без каких, почему? В смысле, какие? Для интерференции. То есть я не знаю, как ее изобразить, можно где-то взять ручку или что-то еще. А потом это изобразить? Ну вот она, длинная нить просто. Вот такая длинная нить и вот такая длинная нить. У тебя идет пучок электронов по одному даже, и после этой нити возникает интерферационная картина. Просто. Понятно, да, какая, например? Почему это связано? Потому что у тебя, как бы, ну не два литона, один литон сам. Он огибает не с разной стороны, да? Один, скажем, если она вот так вот стоит. То есть на пути висит, да? Да, на пути. То есть источник, на пути висит нет. Да, да, сверху, а другой снизу, как бы. И после этого получается, что как бы края вот этой нити, они как бы тоже являются волновой оптики, да? Они являются источниками излучения, и после этого источника излучения, каждый из них, у них дофотопластинки, которые находятся по ним, в разное расстояние. И в результате у тебя проходит от того, что выше нити одно количество длинного у нас, другое количество длинного. И когда они у тебя эти штуки... Вот. Такой вот простой эффект. Когда у тебя есть длинная проволока, есть обычная интерферационная картина. Это очень важный эксперимент. Теперь предлагается сделать следующую вещь. Рассмотреть эту ситуацию не как просто проволоку, а как то, что там внутри находится длинный экранированный соленоид. То есть у тебя внутри есть магнитное поле. У тебя длинное магнитное. Но это магнитное поле наружу полностью экранировано. То есть у тебя в области вне этой нити магнитное поле отсутствует. В результате ты пускаешь этот ток, и у тебя возникает яркий эффект смещения интерферационных полос. Ты берешь один из ток, скажем, одно магнитное поле... Ток подаешь на проволоку? На проволоку, да. У тебя магнитное поле там меняется. Если у тебя там происходит какое-то магнитное поле там появляется, то у тебя интерферационные полоски меняются. Это очень странно, потому что электрон, который проходит, он у тебя в внутренней нити ни в каком случае не попадает. Он у тебя облетает наружу ее. Но там, что происходит в этой нити, в области с электроном, в которой они взаимодействуют, у тебя происходит вот этот поразительный эффект. Выяснилось, что эти пики есть ярко выраженную некоторую зависимость. Вот я здесь ее написал, конечно, но она состоит в следующем, что при некоторых значениях магнитного поля или магнитного потока этот эффект попадает. Но он обладает некоторой периодичностью. Ну, не видать ничего. Да, будет видать. Да, 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 посмотри. Подожди, Стас, ну не торопись, что ли? Сейчас сначала снимем. Ну, посмотри на форму, да, посмотри. Верхнюю форму, уговори про верхнюю форму. Про синус. Мы видим, что там есть синус от некоторого аргумента, от f. Когда у вас f равно то, что написано там справа, на листочке бумаги, то, да? Да. Ну, ты там, когда он ему вот этому равен, то у тебя получается, что синус вот этой штуки, он обращается в нуль. Раз синус обращается в нуль, значит, у тебя эффект пропадает. Сейчас, посмотри. f это что? f поток. Интепрессионная картина смещается. А что пропадает? Пропадает. А пропадает вообще? Ну, по некоторых значениях f. Нет, проблема у тебя состоит в следующем, что у тебя, если ты... Ну, представьте... А f0 это f0 поток и... Вот на право написано, что это такое. Е с минусом это заряд частицы, которая пропускается. В данном случае это заряд электрон. Ну, здесь все что? Постоянная планка? Да. Постоянная планка. Да, это что? Театрессионная, что ли? Да, да, да. 2... Нет, это не t, почему здесь t, а это c. Это у кого света? 2... 2h... В чем здесь состоит парадокс, о котором мы так напряженно пытаемся говорить? Оно состоит в следующем, что у тебя электрон летит вне этого соленоида. И поле у тебя, которое происходит у тебя внутри этого соленоида, в пространстве, оно отсутствует. Нету магнитного поля у тебя. Но, тем не менее, у тебя поведение системы радикальным образом меняется. У тебя происходит сдвиг интерферационных полос. Я вот предлагаю вам удивиться этому факту. То есть вы представляете, что у вас есть, грубо говоря, некоторая система, которая полностью изолирована от твоих электронов, которые летают. Они... силового взаимодействия там отсутствуют. Нет там вообще силового взаимодействия. Никакой силы там. Этот электрон, допустим, не действует. Он как летел по прямой, как свободный электрон был, так он и есть. Но это... Но получается так, что у тебя физическое поведение системы меняется радикальным образом. У тебя происходит сдвиг интерферационных полос. И кроме того, при определенных значениях магнитного поля, у тебя оказывается, что этот сдвиг, который пропадает, тот появляется. Он имеет слабую периодичность. Ну, единственное, что может быть, тем не менее, стенка соленоида... Ну, есть же понятие, то есть взаимодействие частицы с вакуумом. То есть, может быть, тем не менее, она через стенку соленоида как бы взаимодействует с тем участком физического вакуума, который находится внутри соленоида. Ну, люди в самом начале, когда появился этот отток в 60-м году, они сказали, что у вас экранирование не носит полный характер. Поэтому до 90-х годов, а в 90-х они оградили это дело, научились полностью проводниками, и использовать в качестве не просто полуволоку, а сколько проводник там тор. Для чего это важно, я не знаю, для чего. То есть, что здесь? Тор. Тор? Тор, да. Там не сделать, а поток пускать там по тору. Круглый. Да. Круглый запах. По булочкам, вот такую рядальную структуру там они решили сделать. И в результате, использование всех проводников показалось, что у тебя электрон туда не попадает совсем. То есть, у тебя это поле полностью экранировано. Другое дело, что, Стас, ты прав, может быть, в следующем, что вполне возможно, что хоть у тебя стенка есть, у тебя возможны эффекты типа туннельного, да? Во-первых, эффект типа туннельного, во-вторых, эффект как бы... Ну, в общем, ну, в принципе, да. Ну, в общем, да, по сути, туннельный эффект. Что-то вроде туннельного эффекта. Ну, вот. То есть, как бы... Я опять не знаю, что с этим делать, но у нас поразительная картинка состоит, что... Если бы у тебя был туннельный эффект, по моим представлениям, то у тебя бы взаимодействие, у тебя было бы силовым. Это означает, что у тебя электрон, который интерферирует, он не двигался бы теле попрямо. Почему он летелся? Ну, силовое взаимодействие было бы только в момент его соприкосновения с соленоидом, а дальше бы он уже поремого летел. А, так я не знаю, опять, но как он взаимодействует с соленоидом? Он, как бы, если брать капригангельскую интерпретацию, у тебя получается, что, грубо говоря, часть электрона летит в этом пространстве, а часть у него заглянула за стенку и оказалась в соленоиде, и сам с собой бы взаимодействовал. Так ведь? Почему сам с собой? С магнитным полем, которое он интерферил? Это понятно, что кусочек электрон у тебя маленький, то есть его маленький кусочек плотности, вероятности. Сейчас это разъем на них. То есть я опять предлагаю этому эффекту еще раз... Словно говоря, сила исчезла. Силу, это движение. При определенных изнащениях определенного параметра, это исчезает поле, да? Которое... Нет, не так. У тебя, когда у тебя там в этом соленоиде есть магнитное поле, то его нет в пространстве, где движется электрон. Оно есть только вот в этом экранированной зоне. Но у тебя движение электронов, хотя силовое измельчение отсутствует с виду, оно мирняется. А почему поле-то не плавное? Когда по поводу поле, то еще поле-то есть. Нет, оно экранированное. А чем? Ну, сверхпроводниками, проводниками. Сейчас сверхпроводниками. Для соленоидом, представляешь, проволока была? Да, я понимаю. А теперь ты внутри этой проволоки магнитной поместил соленоид в магнитное поле? Внутри этой проволоки. Но таким образом, что у тебя наружу вверх поле не выходит никак. Оно равно нулю у тебя. Там у тебя внутри что-то происходит, а внутри у тебя ничего не происходит. А если не экранирует, что-то меняется? Ну, разумеется. Ну, даже неинтересно. Конечно, меняется. Хорошо. А теперь экранировали, а ничего не поменялось, да? Нет, теперь ты дело заэкранировал, но от того, что у тебя есть магнитное поле, у тебя поведение системы радикально его заменяется. Я понимаю, но это экранированный провод или не экранированный, все равно из-за того, что там движется ток, возникает эффект смещения интерфессионной картины. Да, да, да. И это странно, потому что предположение при экранировании... Если у тебя эта штука не экранирована, то у тебя совсем другая картинка. Ты логику расскажи, иначе люди не поймут, что ты объясняешь. Если просто висит обыкновенный провод без тока, возникает интерфессионная картина. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Теперь давайте попробуем по этому проводу дать ток. Интерфессионная картина изменилась. У тебя вообще все меняется. Но у нас есть предположение, взятое из физики, что если мы этот провод экранируем, если ток мы экранируем, то силы, которые воздействуют на электрон, исчезнут. И по идее, согласно классическому представлению физики, никакого воздействия на электрон нет, и поэтому информационная картина не должна меняться. Она тем не менее меняется. Вот в этом состоит проблема. Да. Но только надо понять, что вторая и третья ситуации, которые ты сделал, они дают разную картинку совершенно. Я понимаю, что разную. У тебя все три картинки разные. Да. У тебя все три картинки разные. Но у тебя получается, что у тебя для третьей нашей картинки, когда у тебя экранирован магнитное поле в силеной, то у тебя есть некоторая синусонидальная зависимость. При некоторых значениях магнитного поля у тебя эффект опять пропадает. Вот эта форма готова. Опять перестает смещаться. Да, перестает смещаться. Но там вообще эти частоты не изменяются. Это уже четвертая ситуация. То есть при определенном значении параметра, вариванного параметра. Да, при определенном. Ты можешь менять плавно магнитное поле, у тебя получается, что там у тебя иногда интерферационная картинка исчезает. Но это еще не самые удивительные. Не интерферационные картинки исчезают, а исчезает смещение. Да, смещение. То есть все восстанавливается, как будто по проводу не движется ни какой-то. Да, да, правильно, да. Но это не самый главный эффект. Главный эффект состоит в том, что я на него постоянно обращаю внимание, в том, что у тебя силовое взаимодействие вне экранированного провода отсутствует, тем не менее интерфекционная картинка у тебя изменилась. Я говорю, может быть, даже тут я посещал, например, туннельный эффект, может быть, и дело не в туннельном эффекте, то есть, когда мы говорим о взаимодействии частицы с вакуумом, тут речь, пожалуй, не о туннельном эффекте идет, а просто, ну вот, когда мы считаем всякие поправки, там, и аномальные магнитные моменты, там, всякие поправки пытаемся считать к массе, к заряду. Это быть может, но парадокс состоит в том, что у тебя внутри провода не вакуум. Так нет, вообще, нет, почему? Там именно вакуум. Почему вакуум? Там, ну, в смысле, там физический вакуум, там магнитное поле, там, ну, там нет реальных фотонов, там нет реальных частиц. Ну, магнитное поле ничего. Ну, в том смысле, что... Ну, не вакуум, я говорю, что там только такая же атмосфера, как снаружи. Ну, говорит, такой же вакуум, как снаружи. Ну, в смысле, да. Там магнитное поле с физическим вакуумом. То есть, он, как бы, условно говоря, условно говоря, виртуальные там фотоны, которые испускает этот электрон, как бы, да, они проникат через стенку соленоида, так сказать, и взаимодействует, и там происходит, ну, всякий вот обмен виртуальными частицами, там, так сказать, то есть взаимодействие с вакуумом. Ну, а тут он чего? А при чем здесь магнитное поле тогда? Подожди, а вот экранирование, вот я хотел бы выяснить. Но, 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 точнее, если тебя просто... Ну, давайте пока сначала явление выясним со всех сторон. Вот экранирование, о котором ты говоришь, оно... Может быть, мы неправильно понимаем, что такое экранирование? Может быть, просто мы представляем собой, что поля нету, а может быть, там что-то типа вот стоящей волны, да, когда... Мы считаем, задались задачей, нет никакого соленоида, никакого-то, ничего нет, просто есть горный электрон, мы задались задачей, там, сосчитать, там, поправку к магнитному моменту, то есть аномальный магнитный момент. Да, ну, мы там как-то считаем это методами квантовой электродинамики, то есть учитываем взаимодействие электрона с вакуумом. Ну, теперь мы, допустим, попытались, ну, к примеру, то же самое сосчитать, так сказать, уже в присутствии соленоида. Ну, как бы, из-за того, что есть вот этот, как бы, ну, вакуум, из-за того, что вакуум, кстати, как бы стал немножечко другим, то есть, как сказать, я не знаю, изменилась его топология, если угодно, там, и, так сказать, изменилась его геометрия. То есть, у меня то, что в первую очередь бросается мне в глаза, бросается в глаза, там, в вопросе, оно состоит в том, что если бы у тебя изменилось бы что-то, то проводов, которые электроны идут сверху, и электроны, которые идут снизу, значит, то для них бы получилось бы так, что это все изменилось бы динарким образом. У тебя интерферационная картинка не должна была посмещаться. Я тебе могу скорее сказать, в чем здесь фокус. Здесь состоит фокус, то, что у электрона того самого меняется на самом деле частота. Что? Чистота? Чистота. Меняется? Да. Фокус в смещении состоит в том, что у тебя внесение этой штуки, она не меняет у тебя прямолинение движения электрона как этого, но она у тебя меняет его частоту. Энергия практически не имеет. Импульс. Энергия. Длину волны электрона меняет, да. Длину волны электрона у тебя меняет. Даже не энергию. Почему она энергия? Энергия зависит от длины волны. Ну она у тебя меняет на самом деле. Он продолжает двигаться так же прямо? Да, он движется по-прежнему прямо, но у тебя длина волны его меняется. Почему-то. А почему-то построена своеобразная такая теория, она состоит в следующем. Что у тебя в этом пространстве, в котором у тебя поле-то нет, а потенциал у тебя изменился из-за того, что ты. Как будто по этой формулы, известной для Эмил Стокса, этот векторный потенциал равен потоку. Видишь, по этой формулы. Это теория Феймана этого эффекта, в том числе вот так. Что там изображено? Там есть векторный потенциал, его интеграл по контуру, по некоторому, равен потоку магнитного поля. То есть, если у тебя есть магнитное поле, то у тебя вне этого сменуя, то всегда будет вот этот контур, да, по которому он интегрировал, может быть, какой-то любой. И по нему оказывается, что у тебя векторный потенциал этой самой системы изменился. И это удивительно, на самом деле. У тебя получается, что векторный потенциал не является второстепенным математическим упражнением. Мы, наши же, с физической точки зрения, у нас есть вектора B и H, то есть у нас есть вектор напряженности магнитного поля и вектор напряженности магнитного поля. И именно с ними происходит, именно с ними, в каждой точке они заданы у нас, и с ними происходит взаимодействие заряженной частицы. Если у заряженной частицы есть скорость, то она взаимодействует и с B, с вектором магнитного поля. Если скорости нет, то только с электрическим полем она взаимодействует. Тут же получается совершенно другой эффект. У тебя сила, то есть силовое взаимодействие у тебя отсутствует, но эффект наблюдать за счет того, что у тебя происходит изменение потенциала. Ты в какой-то совершенно посторонней части пространства что-то делаешь, но у тебя меняется потенциал во всем остальном пространстве. И таким образом у тебя происходит важное взаимодействие. Я просто предлагаю восхититься и ужаснуться этому эффекту. Вы представляете, да? Что где-то что-то происходит, на тебя силовое взаимодействие отсутствует при помощи взаимодействия, то есть обмена частиц. Я вот себя поймал, во мне в жизни настолько въелось, что любое взаимодействие это обмен частицами, понимаете? Что я как бы так иначе уже и даже не могу себе представить. Когда помните, я козырил рассказывал, у меня всегда получалось, что есть какое-то новое взаимодействие, значит должен быть поток каких-то новых частиц, чего-либо еще. Но здесь происходит очень интересный эффект. Он состоит в том, что у тебя меняется потенциал, и из-за того, что у тебя меняется потенциал, у тебя происходит изменение физических свойств системы. Нет, ну так оно меняется потом, и это все хорошо. Собственно говоря, а почему здесь нет отсутствия взаимодействия частиц с помощью частиц? Почему все-таки, как сказать... Мы в квантовой механике. Мы пока в квантовой механике. Это вот, эффект этот получен на написании обычного гамильтониана для квантовой механики. Понятно, что объяснение... А не происходит так, поскольку электрон... Теория поля должна быть... Электрон же взаимодействует со всей Вселенной в каком-то отношении. Ведь изменяется, на самом деле, провода как-то подводятся, есть же источник тока, да? Не получается ли так, что просто электрон знает об источнике тока? Даже если конкретное место, вот это вот, провода экранированное. Ну оно конкретное, но тогда сделай в два раза больше этот... Какая разница, сколько ты делаешь больше, если электрон взаимодействует? Ты в два раза больше сделаешь источник, дальше ставишь. Значит, у тебя должен быть эффект, раз у тебя от положения источника он зависит, значит, должно быть смещение от зависимости от источника тока. Ну, это надо поставить эксперимент. Такого эффекта нет. То есть тоже пробовать? Я тебе говорю, в 60-х годах вот эти аргументы, что ты рассказываешь, они были, они говорили. Потому что ты говоришь, что у тебя система недостаточно экранирована. Да, да. Вот они, когда я вот эксперимент в 60-м году Аронов поставил по наводке Бома, ну, не Аронов, ребята там поставили, Аронов и Бома предсказали. Да я не хотел, как бы вопрос экранирован. Предсказали они, им сказали, у вас грязный эксперимент. А, этому я буду чуть позже говорить, на самом деле нет теории на сегодняшний день, которая бы смещение этих интерферационных полос, она бы описывала. Еще парадокс состоит в том, что у тебя вот эту синусуидальную зависимость, если они ее получают очень легко, вот эту синусуидальную, да? Как? Как? Чисто просто из физики, да. Просто из этого. Из формулы потенциала, что ли? Да, 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 да. Они ее получают, но формулы для смещения интерферационных полос они получить не могут. Говорят, что о, там надо считать, тут в википедии сказано, о, сложные расчисления, 100 тысяч. А вектор, а как называется вектор? Это векторный потенциал. Ну да, я написал, ну, или магнит, это потенциал. Векторный потенциал. Подожди, а так этот векторный потенциал сам-то складывается из электричества, как-то потенциал и этого, и магнитного, и легче? Ну, значит... Но на производный вектор, или это вектор какой-то... С нашей обычной человеческой точки зрения, вектора электромагнитного поля и электрического поля, и магнитного, они являются векторами. Ну, есть характеристская теория, это просто электродинамики, даже не кванта, а обычной электродинамики и интерпретации. В ней оказывается, что они совсем не самостоятельные вектора. А они, на самом деле, компоненты некоторого тензора 4х4, которые уносят эти симметричные характеристики, если я вам напомню. Любой может его посмотреть. То есть это просто обобщение, да? Да. А А, это некоторый потенциал, их задаются три координата этого векторного поля, да? И один, так называемый, скалярный потенциал, то есть у этого электрического поля. Тут был магнит, но это электрическо-условно говоря. Они, на самом деле, не определяются однозначно. Сейчас я буду об этом рассказывать. Они не определяются однозначно, а известно... Калибровочную, как говорится, инвариантность и все прочее. Вот, да. Мы сейчас будем это обсуждать. Значит, они не отдаются однозначно. Оказывается, что если взять некую произвольную функцию, от них взять градиент, и можно ее спокойно прибавить, например, к векторному полю. Взять, да? Берешь произвольную функцию, берешь в нем градиент, и этот градиент к векторному потенциалу ты ее подобавляешь. А градиент же это число? Градиент-вектор. То есть ты берешь скалярную функцию, ты берешь от нее, получаешь, трех вектор, и ты можешь потом прибавить ее к векторному потенциалу из ней. То есть, наоборот, градиент от числа будет вектор, да? Да. А если ты параллельно сделаешь похожую операцию со скалярным потенциалом, то есть ты возьмешь, вычешь из скалярного потенциала минус единица на c, и производная по времени вот этой самой функции, которую ты использовал в качестве. затравки для градиента. И все в эту операцию сделаешь над всеми четырьмя компонентами, но с тремя векторными и одним скалярным, то у тебя считается, что уравнения электродинамики не изменятся. Это считается, таким образом, у тебя есть произвол выбора вот этой самой функции. Фи, Фи, Фу, какой-то там этой функции. Произвол. Это называется принцип калибровочной инвариантности. То есть у тебя все функции не заданы. Физики используют это. Для чего они используют, например? Они часто делают так, что у тебя вот этот самый вектор электрического, вот этот магнитного поля, вот этот потенциал, потенциал, вектор, о котором у нас фигурировано. Они его оставляют играющим во всех своих играх, а выбирают функцию Фи таким образом, чтобы скалярный потенциал обродить в нуль. Чтобы удобно было. Чтобы удобно. И у нас остается вместо четырех параметров, но остается три параметра. Вот. Такова у нас песня наша главная. В общем случае, как бы это четыре объекта, да? Да. И этот принцип, который здесь наглядно виден, принцип калибровочного потенциала, является святая святых физики. Он везде. Теория поля строится на принципах калибровочной вероятности. Согласись. Это ее главный принцип? Ну, да. Ну, как сказать, главный, не главный, но... Ну, один из главных. Главнее только принцип на меньшей действии. Это благодаря ему, варьируя его, получает это общий теори поля. Не общий, это общий электрослабое взаимодействие. Ну, в том числе, да. Она тоже калибровочная система. Там сложнее, там уже... На калибровочной силой. Нет, нет, она не калибровочная. Она... Там спонтан... За счет... Происходит спонтанное нарушение калибровочной симметрии. И за это... И потом... Но она калибровочная тема. Как бы... Не, она уже... Она перестает быть калибровочной. То есть... Калибровочное поле безмассовое. Поле... Слабого взаимодействия массивное. То есть мы с помощью спонтанного нарушения симметрии как раз... И как бы разрушаем калибровочную инвариантность. Тем самым получаем как бы лагранжан... Тех самых... Слабых взаимодействий. Ну, это очень важно... Это Ваймин и Герусалама такая теория? Вот. Об этом потом. Но вот надо понимать, что вот этот калибровочный метод, который он известен, он везде очень важен, как бы. Как бы он очень важен. Математический, в смысле, важен для физики? Нет, он и для физики, значит. Физики, физики, надеюсь, на нем беседе. Не, но интерпретация этого параметра есть какой-то калибровочная? Как его интерпретировать? Почему он есть такой... Произвол такой есть? Что, у природы же не бывает произвола? Откуда он взялся? Что-то... Почему в природе не бывает произвола? Понимаешь, это все-таки... Вот, на самом деле, здесь вопрос важный еще. Когда мы говорим о натуре философии, мы имеем в виду, что на самом деле, что математика – это только способ описания. Что математика не обязательно всегда имеет физический смысл. Не всегда. Потому что, ну, есть некие промежуточные, как бы, условно говоря, результаты, которые не обязательно, и это можно вывести, и понять, что же... Что в данных результатах означает что. Вот, в данном случае, вот калибровочная вот эта инвариантность, и вообще калибровочная вот эти все, как, этот... Вариации, они имеют отношение к реальности физической? И физический смысл умеют? Они имеют следующее отношение к физической реальности. Ты пишешь, значит, некоторые... Ну, грубо говоря, Лагранжан или Гаметальян. Ты теперь... Лагранжан, Гаметальян имеют физический смысл умеют. Правильно? Они потому что это уравнение к Жене. Нет, Гаметальян, да. Это принципное умение действия. То есть у тебя, грубо говоря, дело обстоит следующим образом. Ты считаешь, что у тебя система движется и развивается таким образом, что некоторая вещь, так называемые действия, всегда в ней принимают самые минимальные значения из возможных. Ну, понятно. Изначально придумал это дело Исаак Ньютон, когда он, как ни странно, или может ему приписать, когда он решал одну очень простую задачку. Висит цепь... Это можно объяснить просто экономией энергии, да? Висит цепь на двух гозиках и на ней кинжал. И какую конфигурацию она примет. И вот так и появилось это дело, который является... Принцип этот, который является для нас очень важным, для всех физиков. Физики ему уже три века следуют и пока что довольны. Я даже не знаю, можно ли его как-то атаковать или нельзя его атаковать. Так а зачем? Не, ну просто логически понятно, что как бы все стремится к экономии энергии. Я пока не знаю. Я пока не знаю... Минимумы энергии. Я пока не знаю, как его атаковать, я никогда не видел, чтобы этот принцип наименьшиллезть. Зачем его атаковать? Дело в том, что что такое принцип наименьшиллезть? Это, по сути, другая формулировка того факта, что все физические процессы описываются некими дифференциальными уравнениями. То есть, всякому дифференциальному уравнению, системе уравнений можно сопоставить... То есть, всякую задачу о решении дифференциального уравнения можно переформулировать в задачу о нахождении экстремума некого функционала. То есть, по сути... Но, вообще-то, экстремум может быть и вершинка. Это не важно. В данном случае, это не важно. Ну, вот то, что Стас сказал, достаточно важно, потому что эту ситуацию надо фиксировать. То есть, физики верят, что... Что можно... Что есть некоторая функция, которая она... Эта физическая задача, грубо говоря, состоит в том, чтобы решить... Найти, грубо говоря, экстремума этого функционала, некоторые функции. Некоторые функции. То есть, она сводится к тому, что надо найти экстрему некоторую функцию. Что любая физическая задача, она так обстоит. То есть, именно физическая. Ну, не только физическая. Вообще говоря, математическая задача. И Стас правильно сказал, что вообще, говоря, дифференциальное числение направлено на то, чтобы искать минимаксы. Все задачи – минимаксы. Я думаю, что такое другое искать. В принципе. Везде же что такое производство? К консенсу, это касательно к некому, так сказать, кривой. Нет, я-то и вел... Это очень интересно, потому что ни биология, ни психология подобного рода представлениями не обладают от своей долги. Нет, я просто хотел сказать что-то другое. Как можно атаковать этот принцип или там как-то в нем как бы сомневаться или просто говоря, он... Это просто другая, принцип наименьшего действия, по сути, это другая формулировка того, что физические процессы описываются дифференциальным уравнением. К каждому физическому процессу, так сказать, соответствует некое дифференциальное уравнение. Ну просто, вот это лишь слово процесс, на самом деле и вопрос о движении. Любое движение, фактически, да. Любое движение. Об этом надо подумать. Вообще говоря, физика вообще в принципе описывает движение, поэтому все физические уравнения имеют неопределительную форму. То есть мы эту точку зрения фиксировали, но об этом надо подумать на самом деле. И вот дальше как у нас дело обстоит с физикой. Оказывается, таким образом, что когда мы написали некоторое, простой гамильтониан, мы хотим сделать таким образом, чтобы он был инвариантен относительно определенного типа калибровочного преобразования. Он не инвариантен. Тогда мы этот инвариант насводим руками. Но тогда ты должен добавить туда, будешь гамильтониан, некий дополнительный член. Этот дополнительный член у нас обычно описывает некоторое дополнительное взаимодействие. Ну, например, простейший пример общей теории относительности Эйнштейна. Тебе кажется, что ты должен сделать ее таким образом, чтобы устойчивы были к всевозможным деформациям пространства. Но твои деформации пространства требуют порождения того, что у тебя как бы в системе возникает то, что мы потом назовем гравитационным полем. Вот так дело обстоит. То есть у тебя устойчивость этого гамильтониана к определенному роду деформации пространства времени, просто изгибание, кривизне, таким образом тебя повлаждает и гравитационное поле. Устойчивость мысленно инвариантность. Да, инвариантность. Калибровочная инвариантность. Неизменность формы, начиная. Да, калибровочная инвариантность. Калибровочная инвариантность, она тебя приводит к этому. Эта тема для физики чрезвычайным образом важна. Я просто сейчас так неумеренно говорю, потому что именно сегодня я буду в этом деле радикальным образом сомневаться. Но вся современная физика, она как бы двигается по этой логике. Ты пишешь определенного рода гамильтаниан, ты требуешь, чтобы у тебя была калибровочная инвариантность относительно какой-то грубой преобразования. Эта калибровочная инвариантность задает у тебя новый член гамильтанианы, то есть у тебя оно задает некоторое взаимодействие. Это взаимодействие потом интерпретируется как новый тип физического взаимодействия. Подобно тому, как это происходит с электромагнетизмом, и подобно тому, как это происходит с диверсионным полем. Как вроде гравитационное поле не удается описать. Ну, в общем-то, не удается. Но логика здесь есть, да? Та же гравитационная логика здесь есть. Не удается, конечно, не удается. Ситуация здесь, аэргонова бома, она чрезвычайным образом странная получается. У вас отсутствует силовое взаимодействие, у нас происходит что-то в той сфере пространства, куда электрон, вроде бы, не может планировать таким образом. Да, например, это неизвестная штука. У тебя идёт физический эксперимент, а я в средней комнате чай пью. От того, что я пью чай, казалось бы, да, физический эксперимент... Эксперименты козырева, да, связанные с этим? Считается, что я могу экранировать все эффекты от моего питья чая в соседней комнате, и таким образом у тебя моё питьё чая на физический эксперимент никаким образом не окажут внимания. Здесь же похожая ситуация, что у тебя внутри полки собралась куча народа и пьёт там чай. То есть меняет магнитное поле. Но от этого у тебя получается, что всё, что у тебя происходит снаружи, о чём мы абсолютно ничего не знаем, оно меняется радикальным образом. И более того, есть известная зависимость формы синусоиды, которая позволяет эти интерферационные пики и возникновение этих пиков, интерферационных максимум-миниум, объяснить. Но, повторяю я, не существует, на мой взгляд, теории, которая бы именно само положение интерферационных полос объяснила бы. Она объясняет периодически их возникновения, да? Но с другой стороны, она не объясняет их местоположение. Поэтому Фейманом, сколько я знаю, я не читал это на самом деле, Фейманом с лекцией по физике был предложен некий другой новый эксперимент, аналог Ааронова Бома. Такой эксперимент, которого я не знаю, ставлю ли его на практике. Его предлагает ещё, уже долго построить некий известный французский физик русского происхождения Лошак. Знаешь такого? Ну, такой есть известный человек, в 30-м году родился. То есть, для физика сейчас, можно сказать, и современная физика очень молодой человек, ещё достаточно всего 81 год. Да? У него год 81. Значит, в чём состоит этот эксперимент? Предлагается следующая картинка. У нас был один провод, да? Один. Теперь мы делаем два провода. Два. Между ними пропускаем электроны. У тебя опять возникает интерферационная картинка, просто более сложная. Два провода, у тебя два провода. Теперь ты делаешь таким образом, что у тебя с одном из них только идёт в одно направление, а у тебя будет только идёт в другое направление. И полагается, что у тебя таким образом общий контур, вот этот самый электронный потенциал, когда ты будешь интеллировать прямому вокруг сегодня делу, вот тебе тоже будет равную. Согласитесь? Если контур замкнутый. Да. А контур стат замкнутый. Ну это вот так вот. Оба их охватывают. Оба их охватывают. Ну правильно, правильно. Значит, я просто этот эксперимент рекомендую, я не знаю, поставили или не поставили. Я его прилагал в начале 60-х годах, а сейчас его прилагают лошадь. Я не знаю просто. Было бы очень интересно знать, поставили или не поставили. Тоже. Тезис состоит, что там, что существует некоторое, что у тебя, раз у тебя этот контур потока, да, общий контур, да, общий район нулю, то как бы так считается, что у тебя эффект вроде бы не должен быть. На самом деле у тебя, по теории, если ты внимательно на него посмотришь, что у тебя этот эффект ароновой бомбы будет наблюдаться, только будет его наблюдаться достаточно слабо. Вот такая вот теория существует. В общем, что предлагается опять сделать? Я хочу обратить внимание, это сделать, если он два часа назад, сам для себя лично, давно я его не знал. Да. Оно состоит в следующем, что значение для импульса... Свет-то не было. Да? Свет-то точно. Свет-то точно. Значения для импульса, на самом деле, они описываются не только с значением mv, но они, в теории Демоулинг, они описываются еще mv плюс ea. Так? Согласен? Не mv, а ea. Так, m... Ну, так это да, это обобщенный импульс, да. Обобщенный импульс. Но этот обобщенный импульс, важно видеть, что он не является скребровочным вариантом. мв, это обычный механический импульс, да, ea, это какое импульс? Да, это... Механическая механика. Болт выключился, да? Да. Выключено. Да не выключено ничего. Пожелите. Просто важно видеть, вот он именно, он равен, там, h на ν. Да ведь? h на ν равен. То есть он, получается, вот это, самая вся эта составляющая, она у тебя обратно порционально длине электрона, полной электрона. Согласны? Мв, h nu. Почему? Почему? Мв, что h nu? h на гамма. Вон, да. Это же импульс. Ты имеешь, что это мв равно? Да. Да. Ну, как-то да. То есть если у тебя есть, получается, вот этот самый векторный потенциал, то у тебя длина волны электрона, она у тебя меняется. Согласны? Таким образом. Если у тебя есть векторный потенциал в пространстве, то у тебя длина волны электрона меняется. Это-то все хорошо. Даже если длина волны электрона, вы говорите, связана с энергией, как энергия-то может меняться? Что? Энергия связана с электроном? длина волны с энергии. А как тогда энергии менять электроны? Это вообще-то получается что-то не физически. Летит электрон и вдруг откуда берет энергию. Что вы такое говорите? Почему он ее откуда берет? Он ее берет понятно откуда, потому что у тебя есть векторный потенциал. Он не может знать ни откуда. У тебя потому что есть векторный потенциал. Вот у тебя есть в пространстве векторный потенциал. Ты же сам говоришь, что он экранированный. Нет. Из того, что он у тебя экранирован, у тебя экранирован в магнитное поле. У тебя, когда ты какой-то труд делаешь, у тебя векторный потенциал, он меняется. У тебя константа там остается вне ее, понимаешь? То есть электрон движется во внешнем поле? Нет, он не движется. В том, где прикол состоит, что у тебя потенциал есть, потенциал меняется, а поле нет. Например, в физике ты знаешь, что у тебя потенциал дается точно до аддитивной величины. Знаешь, да? Поэтому у тебя, например, взаимодействие может отсутствовать, но потенциал у тебя будет другой совсем, чем в другой точке пространства, с точки дайдивной величины. Вот у тебя в твоем пространстве, он везде у тебя один, вот этот самый потенциал. И ты его видишь только тогда, когда ты подойдешь в другой зоне, где этот будет скачок потенциала. Тогда у тебя чтится боблот свалится туда, или боблот поднимется, с точки зрения физики, теоретически простой, обычной механики. Так? Ну, вообще-то, как бы, с точки зрения механики, всякое тело стремится к минимуму потенциалу. Правильно? Максимум? Ну, вот, ты представь себе какую-то зону, в которой... Вот так вода течет, да? Вот гора, например, простой потенциал – это гора. Да, да. Вода течет вниз. Да. А вот теперь представь себе, у тебя потенциал везде одинаковый. У тебя озеро. Но. Вот. И в этой озере ты можешь набирать собочком или баночкой воду сливать, у тебя физика будет. У тебя важно, что у тебя общий потенциал везде там. У тебя, если сидишь на поверхности, то у тебя ничего течь не будет. У тебя вода не течет на поверхности. То есть у тебя сила гравитационной поверхности, она отсутствует, потому что падать некуда. Ну, понятно. Везде вода. Везде вода. Падать-то уже некуда, ты находишься на поверхности. А с другой стороны, потенциал, если у тебя рядом было второе озеро, ты их связал в трубу, у тебя вода не потекла. Да, да, да. Я понимаю. Ну, здесь у тебя и эффект такой состоит, что падать у тебя некуда, падать некуда. Точно так же, да? У тебя это происходит в какой-то области, в которую ты попасть не можешь. Где-то там есть озеро такое маленькое, наполняют воду или сливают. Но оно от тебя очень далеко. Но у тебя эффекты возникают у тебя вот здесь. То у тебя где-то в горах стоит вот это озеро, там его наполняют, сливают воду на нем. А у тебя, почему? Потому что там, когда слили воду, ты, допустим, от них отчитываешь свой потенциал. У тебя же свой потенциал изменился. Ты же от них считаешь. И вот этот эффект очень интересен и важен. Вот это и есть суть эффекта аэроанного бомба. Что у тебя физический эффект состоит в том, что у тебя есть векторный потенциал или его нет. Сила. То есть я говорю, поле отсутствует. Поле отсутствует, то есть силового взаимодействия нет. То есть сила равна массовому ускорению. Его нету, но у тебя есть физический эффект, который зависит от потенциала. Что кажется дикостью с точки зрения классической механики. И с точки зрения здравого смысла. Но в самом деле здравого смысла тоже. У тебя полностью укранирована система. Что-то в ней там происходит, но у тебя здесь, когда ты с этой системой никак не взаимодействуешь, казалось бы, тоже что-то происходит. Я говорю, понимаешь, не говоришь о классической механике, даже обычная квантовая механика, в ней полностью отсутствует понятие взаимодействия с вакуумом, поэтому она не полная система. Я не очень понимаю, почему здесь вакуум, а вот здесь что? Вот у тебя гамма эта штука, вот эта у тебя функция для этой, она не колебовочный вариант. Какая? Вот эта для импульса. Ну и что? Как что? А почему она должна быть калибровочным вариантом? А почему нет? Именно от этой функции зависит у тебя проведение интерферационных полос. У тебя получается, что проведение интерферационных полос оказывается не калибровочным вариантом. Давайте вернемся, калибровочный вариант для чего нужна? Чтобы у всего формулы были равны где? Во всех системах отчетов. У тебя известно, что электродинамика, она у тебя инвариантно относительно определенного рода калибровочного преобразования. о котором я сказал. Нет, это что за Лоренцево, не Лоренцево. А инвариантность относительно преобразования Лоренцево это какая? Как называется инвариантно? Да, инвариантность относительно другое. Это другое, да. У тебя есть что, относительно того, что ты ко всем функциям у тебя в электродинамике, в классической электродинамике Максвелла, можешь делать некоторую добавку по определенному закону. Но она очень простая. Это означает, что если ты к векторному потенциалу везде прибавишь постоянный вектор во всем пространстве. Понимаете, да? По замкнутому контуру он всегда будет реально нулит экран от него. Потому что туда-обратно они между собой сократились. За счет этого. Вот если ты везде отберешь, постоянный вектор некоторых добавляешь... Опять получается, что математика вносит некую сумятицу в понимании физических процессов, да? Она не то, что сумятицу вносит. Ну как? У нас есть любой вектор... И точно так же в механике тоже есть странный эффект состоит. В том, что он состоит, что тебе не важно от какого потенциала считать что. У тебя физика не зависит, откуда ты посчитаешь. Вот это. Потому что там производная, типа, да? Да. Потому что производная возьмет эту штуку и убьет. Производная в константы. Да. А здесь получается... И там тоже. А там если интеграла по контуру, по запнутому. Они этот постоянный вектор везде убивают. Видишь, не вариант. Дело в том, что вот то, что ты пишешь... То, что ты пишешь... МВ плюс Е на А. Это есть импульс в смысле Тиарнеха. То есть как бы импульс как производная функции Лагранжа по... Соответствующей скорости. Да. Но он у тебя связан с отношением Дебройля с длиной волной. А вот это уже гипотеза. Дело в том, что ты сейчас утверждаешь очень сильную гипотезу. Не знаю, верна она или нет. Что соотношение Дебройля, то есть вот это вот P равно H деленное на длину волны, что так связан не импульс свободной частицы с длиной волны, а импульс в смысле Тиарнеха. Да. И Дебройль именно так его и написал. Вот Дебройль написал именно его так. Вот это абсолютно не очевидная гипотеза, ты понимаешь? Это не очевидная. Это настолько не очевидно для некоторых физиков, что они такую штуку никогда не пишут. Но Дебройль написал его именно так. Так а... И Лошак, например... Давайте еще так маленький комментарий. Это волна Дебройля, это что такое? Это считается, что... Как пересчитать импульс частицы, так сказать, через волну, да? У нас здесь как популярно волновой дуализм так вызывает. Да, да, да. Он засчитывает, что электрон, хотя мы считаем, что она частица, что на самом деле это волна с определенной длиной волны. Его импульс связан с этой длиной волны. Так и волна Дебройля, это есть. И волна частота, которая там колеблется, да, то вот это. Что длина волны Дебройля, это как раз она отсюда и определяется. Любой может залезть в простую какую-то штуку, даже в школьный учебник. И это соотношение их понятия. Понятно. И сейчас это предположение-то в чем состоит? Сильное, которое высказал Стар, что... Это механическое представление, то есть волна Дебройля. И это представление классической физики, да? Что оно означает, что если ты пишешь, что у тебя, если есть движение частицы в каком-то электромагнитном поле, да, то у тебя надо считать импульс для движения частицы в этом электромагнитном поле, правильно, да? И этот импульс будет связан с длиной волны. Ну я понял. То есть надо брать волну Дебройля и рассматривать импульс частицы как волну Дебройля. Ну да. Но это так всегда. Так всегда. А в чем тогда проблема? Нет. Стас говорит, что у тебя вот этого второго слагаемого, то есть взаимодействие с полем, рассматривать не надо. И у тебя длина волны, она будет вот без этого второго слагаемого. Только МВ. У тебя обобщенный импульс частиц это МВ плюс Е на А. Где А в электронный потенциал. Е это заряд частицы. Вот в чем дело. Это твой настоящий импульс. Именно он связан с длиной волны Дебройля. Если таким образом ты оказался внутри потенциала некоторого, да? Внутри потенциала. У тебя нет взаимодействия. Но ты оказался внутри некоторого потенциала. Как и происходит в слове в эффекте аэронного бомба. Это означает, что у тебя изменилось длина волны. То есть у тебя изменилось что? Да, да, да. То есть надо было написать формулу дальше, что это все равнется М. Как бы не М, а анталл. Ну там она... Я понял. Общие как бы 2 на Дебройля, если бы ее изобразить, да? Для того, чтобы она равнялась как бы начальному состоянию, надо было бы ее увеличить. Ну даже сейчас вот М. Да, да. Раз ты влетел в некоторый потенциал, то у тебя как бы произошло изменение длины волны Дебройля. Ты влетаешь в потенциал... Теперь понятно, почему она изменилась. Я тебя понял. Понимаешь, да? То есть вот в этом деле и обстоит эффект. Но у тебя потери на этом пути, за которым они произвели, они необычайно высоки. У тебя вот это выражение длины волны Дебройля, калибровочные, не инвариантные. Из-за второго слагаемого? Да, потому что К, если ты даваешь радиент функции, то у тебя длина волны изменится. У тебя интерферационные полосы изменятся. Это что означает? Что у тебя интерферационные эффекты оказываются калибровочно не инвариантными. Лошак утверждает, я его не проверял. Вот я только сегодня это дело нашел. Что если не за этим предложением посчитать всю эту картинку, то можно получить правильное значение для длины, для интерферационной картинки. Не только закон, по которому происходит смена и появление в зависимости от напряженности магнитного поля, но и рассчитать правильное значение интерферационных максимумов и минимумов. Что опять очень важно. То есть предсказать их местоположение и те самые проверенные эксперименты. Да, предсказать их местоположение. Но ты теряешь то, что является святым и святым современной физикой. Ты теряешь принцип калибровочной инвариантности. У тебя квантовая механика оказывается принципиально калибровочно не инвариантной теорией. Так может быть добавить какие-нибудь новые члены, там что-нибудь не удастся? Нет. Как ты там придумаешь? Ну вот как ты говоришь, что может что-то добавить? Нет, ну ты понимаешь, у тебя есть эффект ааронова бомба. Что ты его добавляй, не добавляй, эффекта есть, он объясняется именно таким образом. Это на самом деле то, о чем я говорю, это чудовищная ситуация для современной физики. У вас все теории, это больше или меньше степени все калибровочные теории, это теория сильного взаимодействия, это теория слабого взаимодействия. Все теории у тебя получаются неразличные. И это для него является определенного ввода катастрофой. Я говорю, надо искать, как говорится, объяснение в терминах плантовой теории поля, потому что... А почему надо искать объяснение? А вот из этого соотношения лошаку принуждают, я опять не могу сказать. Вот если ты из этого простого соотношения сделаешь, то ты получишь правильную картинку интерференционных максимумов и минимумов еще. В эффекте ааронова бомба. Сделаешь что? А? Смотри, у тебя получается... А, ну в смысле, скажешь, что эта штука равна постоянной планке длиной волны? Как Девольф говорил, да. Да, постоянная планка длиной волны, да. И что, известно, что получится правильный ответ? Да, он говорит, что да, я не смотрел. Он говорит, что получится правильный ответ, и кроме того, он позволит решить вот эту штуку с двумя соленоидами тоже правильно. Ну да, но допустим, даже так, но это не объяснит, а почему так можно делать? А почему именно в смысле термеха? Согласен, согласен. Но мне-то важно и здесь сейчас встретить, что вот это самое соотношение Девольф не является калибровочным вариантом. Да это полбеды. А там закон сохранения энергии не выполняется. Почему? Да потому, что у тебя, получается, две системы абсолютно не взаимодействуют друг с другом, и вдруг энергия меняется одной системой. Нет, другой системы, значит, уменьшается общей энергии. Значит, надо брать просто систему шире. Так, они изолированы, они не взаимодействуют друг с другом. Так они могут, нет, они же взаимодействуют каким-то вот таким образом. Получается, взаимодействуют. Получается, что взаимодействуют. Нет, взаимодействие, как мы устанавливаем. Если есть обмен энергии, естественно, взаимодействие есть. Как? Ну как-то так, иначе это просто физика уже просто стандартная. Это же не чудо происходит, накачивание энергии. Есть некое взаимодействие. Видимо, надо брать единую эту систему. В том числе, очень странно. У тебя же не происходит смена движения электрона прямым. Они как двигаются по прямому, так и двигаются. У тебя происходит изменение длины волны движущегося электрона. Это не дает тебе картину интерферационную. Об этом надо обязательно не подумать как-то. Потому что у вас вся квантовая механика, она стоит на интерферационной картине. Копенгаретская школа интерпретации квантовой механики, по моим скромным представлениям, она следит на инферационных и дефракционных эффектах одиночной частицы, что эти частицы как бы сама собой интерферируют и дефрагируют сама собой. Не может быть научно. Ну, мне кажется так. Там много эффектов Доплера, там много эффектов-то. Нет, ну почему здесь Доплер? Ну, растягивание. Почему? Это уже немножко ни к силу не города. Ни к силу не города? Да. А вот она стоит, Копенгаретская. То есть, у тебя она почему важна? Потому что ты должен интерпретировать вот эту волновую функцию как некое подсобие дипломности нахождения вероятности частиц. Кстати, просто еще замечание, что я хочу сказать. Почему еще важно, еще я постоянно говорю о том, что нужно для объяснения применять квантовую теорию поля. Во-первых, там есть память физического вакуума. и понять виртуальных частиц. Во-вторых, что интересно, ведь когда мы квантуем электромагнитное поле, что такое процедура квантования? То есть, классические функции объявляются операторами, там скобки по осону заменяются коммутаторами, ну и там пошло-поехало. Такая исключительно органическая процедура, естественная. Ну и с операторами как бы, то есть квантуется на самом деле именно потенциалы электромагнитного поля, а не напряженность. Именно потенциалы как бы являются операторами, так сказать. Именно с ними, так сказать, все, там, все формулы. Это да, это да, это да, действительно. Действительно, это да. У нас, я уже отмечал, что с точки зрения даже четырехмерной формулировки те же Максвелла, да, электромагнитного взаимодействия, у тебя вектора, значит, напряженность электрического магнитного поля, Е и АЖ, не является электромагнитного, является компонентом метанзора 4х4, антисимметричного. То есть у тебя по диагонали за четырехмерных. Вот, это такая вот вещь. Ну вот мы эту точку зрения пофиксируем, что если это так есть. Но если действительно мы к этому делу серьезно смещемся, к этому делу, то у тебя принцип перебровочной вариантности ставится под большое сомнение. Просто я к этому не готов еще подробно обсуждать, потому что я это понял два раза. Нет, при этом перебровочной вариантности, во-первых, это как бы принцип теории поля. Здесь вот эта формула, это подход как бы совершенно не полевой. Да, да. То есть точечная частица и поле. А если у тебя роново-пома эффект есть, и он объясняется таким образом, то полевое развитие современной физики это тупиковый путь. Почему? Да потому что. Почему? Потому что если нет калибровочной вариантности, нет теории поля. Да ты не понял, здесь калибровочная, какая здесь калибровочная вариантность только. Что такое калибровочная вариантность? Калибровочная вариантность должна быть лагеринджиан, система взрыв полей. Да, но у тебя следующее... Здесь нет полей. Здесь вернее есть одно поле и одна точечная частица. У тебя калибровочная вариантность состоит в том, что у тебя все функции, они даны с определенного рода точностью. То есть у тебя есть некоторые функции, ты их не можешь прописать. А так у тебя физика не изменится. То есть ты прописываешь некоторые слагаемые, у тебя физика не меняется. Но тут-то меняется физика. Ты не понял, чтобы говорить о калибровочной вариантности, мы должны полностью, так сказать, находиться в рамках теории поля. Никаких точечных частиц, никаких волновых функций, в смысле нерелитивской квантовой механики, быть не должно. Но мы должны полностью находиться в рамках теории поля, так сказать. И изучать систему только как систему взаимодействующих полей. Тогда можно только говорить о калибровочной вариантности. Нет, о калибровочной вариантности можно говорить в смысле о калибровочной вариантности и теории массового? Да, там есть поле. А если ты туда всунешь точечную частицу... Нет, подожди. Если у тебя... А она нарушится. А почему она нарушится? По тем же самым причинам. Вот что и здесь. У тебя же есть... Это, что, что... Какая разница? Точная частица. Точная частица. Ну, точная частица. Не будет калибровки. Потому что у тебя есть некоторые частицы, и есть, соответствует некоторая длина волны. А поскольку у тебя функция длина плюс этой бровочной вариантности, то у тебя длина волны должна от выбора калибровки у тебя зависеть. То есть это нифига не калибровка получается. А непонятно что. У тебя, значит, эффект возникает, который называется ароновый бомб. Еще раз. Подождите. Если честно, мне знаете, что как бы немножко странно кажется, что действительно, как говорит Стас, есть, условно говоря, полевые представления, да, а есть, как бы, вот, корпус кулярно. Да, ну, как бы, условно говоря, представления классические, да, здесь частицы являются частицей и так далее. Ну, нет, она здесь не является частицей, а вполне это квантовеханическое представление. Как раз классические представления, они состоят, что если у тебя нет поля напряженности, то у тебя нет взаимодействия. То есть у тебя через частицы ничего не происходит. А у нас поля напряженности нет, но взять какое-то взаимодействие есть, у тебя частицы кое-что происходит. Так нет, с точки зрения, может, квантовой механики надо рассматривать систему в целом? Нельзя рассматривать отдельную. Ну, мы систему в целом и рассматриваем. Ну, может, они образуют единую какую-нибудь волновую функцию, там, что-то. Ну, не знаю, какие они образуют. Что с чем образует волновую функцию? Ну, вся система в целом. Нет, она у тебя волна. Она у тебя обычная волна, которая... Понятно. На поле... Это мы различаем части системы. Но она является, вот, как вот, статистический ансамбль есть. Нельзя же там одну частицу выделить. Мы уже рассматриваем, как статистический ансамбль. Ну, а что у тебя еще там будет? Что еще у тебя будет? Ну, просто там частиц много, как бы, и поэтому все законы, там, они являются, там, статистическими. В каком-то смысле, квантовые механики же такое же. Такое понимание такое же. Когда ты рассматриваешь, опять, с тобой, в систему, например, берешь банку с большим количеством частиц, у тебя, да, там, статистический ансамбль. Ну, статистический ансамбль частиц у тебя. А стенки банки, они стенки банки. И здесь у тебя стенки банки тоже стенки банки. То есть этот провод у тебя есть провод. То, что у тебя там находится под током... То есть ты хочешь сказать, что здесь вот некий есть передел, как бы, когда квантовые механические представления можно вести классическими. и рассматривать все дела классическими? Нет. То есть, есть отдельная система частиц. Она взаимодействует с другой системой. Просипиально не классическая система, потому что невозможна интерференция точной частицы в классической механике. А здесь у тебя интерференция точной частицы, она возможна. У тебя электрон летит, и тебя интерферирует на этом поводе. Это чисто кванпромеханический эффект. Но он ставит под сомнение совершенно другую вещь. Он ставит под сомнение 1-й и 2-й закон Ньютона, по сути. Раз. И во-вторых, он ставит принцип калибровочной инвариантности, который является важнейшим принципом калибровочной инвариантности для существования теории поля. Тоже ставит его. Но эффект есть от Аарона Вабома. Вот он и есть просто. В него никуда не деться. Это не какой-то зачуханный Николай Козырев, который сидит там у себя в Крымской обсерватории и в Пулковской, на которого плевали все. А это эффект, который выполнен, повторен тысячами исследователей. Чуть-то не поможет. Может, даже на английскую премию за ним дали. Но такой эффект вот есть. Аарона Вабома. И прикол должен был состоять, что когда мы нас на ФСФАКе этому делу обучали, хотя тогда он не был еще подружным 100%, каждый второй преподаватель только о нем и должен был говорить. Ты о нем слышал? Нет. Ну вот видишь. Вот это поведел. То есть люди говорят, что, как ни странно, физикой не занимаются. То есть классическая нормальная наука, в смысле Куна, которая игнорирует все, что может, только для того, чтобы сохранить некое распокойствие свое, собственно. Ну то есть, конечно, немного странно. Если естественно движется, на нее ничто не взаимодействует вроде бы, да, с точки зрения обычной представления физики, да, никакая сила. А с ней что-то происходит. Это немного странно, конечно. Но может быть здесь какие-то скрытые параметры есть, нет? Ну, может быть какое-то скрытое взаимодействие, да, Стас об этом и говорит. Что он говорит, что у нее есть скрытое взаимодействие с вакуумом. Что на полевой способ это делать она с вакуумом взаимодействует, и за счет этого происходит каким-то образом. Что у тебя есть виртуальные частицы, которые сквозь эту стенку проходят. Они с ней взаимодействуют. Ты утверждаешь, что... Я в такой разговор не верю. Ты утверждаешь, что в пространстве изменен только потенциал, да? Да, изменен потенциал. И как бы ты считаешь, что причиной изменения движения частицы является вот это вот изменение потенциала? Да, ну это как бы вот теория сделана, она приводит к синусонтальность зависимости этого эффекта, и это наблюдается на практике. Давно это дело обсудили, а Аронов и Бомбов так и дело и предсказали. То есть Бомбов так и дело и предсказали. И Фейман это дело тоже теорию по этому поводу ставил, определенного рода. Но мы можем этот потенциал, грубо говоря, вот этот контур, но они, но они все, эту теорию, они строили вот на основании вот этих контуров интегрирования. А подлеять по некоторым контурам для потока. Для чего это сделали? Потому что этот интеграл является к любому синдрарианту. Да? Потому что у тебя здесь будет интеграл по контуру от градиента. Да, от градиента. А он у тебя будет равен 0. Вот, послушайте меня еще раз. Ну, здесь, конечно, недостаточно обойтись такими разговорами, действительно, добраться за формулой, вертить, крутить, смотреть, все учитывать. Хотя, конечно же, как вот ты вначале вводил в разговор в дискурс, как понятие натурфилософии, надо вернуться к неким самим вещам, да, там, и обратить внимание на то, в чем состоит, собственно, физика. А потом уже, исходя из физики, пытаться уже, как бы это, применяя математику, там, понять это дело. То есть, как бы, задумка там правильная, но, видимо, еще требует, как бы, вот этого вот, некого математического оперирования. Нет, конечно, требует математического оперирования. Потому что, ведь всегда же можно придумать некую теорию, адхок, да, к данному случаю, в которой, как бы, старые представления просто будут, может, даже она придумана, старые представления остаются прежними. Но я хочу рассказать, что два часа или три часа назад сделал. Если у тебя нет принципа колеболога с инвариантностью, нету. То у тебя вообще ничего нет с реальной физики, нету ее. Ну, ты же помнишь, когда-то делал, ну, не ты делал, а, в принципе, читал. Вадеев вам, по-моему, считал, да, в конце этой физики, да, когда, собственно, математические возможности деформации, там, форму, как бы, они там, некий предел достигнут. Так нет, это не о том, что там что-то, предел достигнут. Это означает не то, что ее нету, в том смысле, что развивать дальше некуда. То, что сейчас есть, это правильная ситуация. О том, что та картиномерка, основанная на полевых представлениях, почему-то неверна. Надо понимать, почему она неверна. Она, на самом деле, неверна. Если мы возьмем развитие науки и техники, мы видим, что теория поля этому ничего не дала, на самом деле, почти ничего. Кое-что научили считать с некоторой точностью, но и то везде расходимость у нас. Кронтовая механика, она является самой успешной физической теорией за всю историю. Она же очень успешная теория. Но вот так у нее, в принципе, любого синавиона не выполняется. Так вот, смотрите. Теперь, значит, когда мы имеем систему, допустим, хвостейшую, двух взаимодействующих полей, скажем, электромагнитное поле, ну и для простоты, скажем, комплексное скалярное поле, заряженное поле частиц со спином 2. Когда мы говорим о калибровочной инвариантности вот такой системы, что это значит? Это значит, калибровочный инвариант, мы не только сдвигаем векторный потенциал электромагнитного поля на градиент некой произвольной функции, но мы еще вращаем, как бы, вот эти вот вектора, ну скажем, не вектора, а поля, там, φ комплексное сопряженное, то есть они еще умножаются на Е в степени и вот на эту функцию, там, лямбр, скажем, какой-то. Ну вот. И естественно, то есть калибровочному преобразованию подвергаются оба взаимодействующих поля, просто оно для поля, собственно, калибровочного и для поля вещества, условно говоря, имеет разные... Ну, естественно, здесь требование калибровочной инвариантности предполагает, что мы имеем дело с обычным, так сказать, пространством Митковского, что там, что оно, как бы, топологически односвязано, что оно, так сказать, плоское и все, так сказать. Когда мы ставим уже нить, извините меня, внутри магнитное поле, а снаружи, как бы, его нет, у нас меняются граничные условия, так сказать, у нас меняется топология, геометрия. Ну, геометрия не меняется, фактически, топология меняется. Мы уже не можем требовать здесь калибровочной инвариантности. Нам уже надо вот это требование калибровочной инвариантности как-то переформулировать уже, так сказать, с учетом неодносвязности нашего пространства. Поэтому говорить о том, что нарушилась калибровочная инвариантность, он никак не приходится. в теории поля калибровочный инвариант, подсказки нет, ну вот эта формула глипуса, она у тебя калибровочна она у тебя даже, если у тебя нету никакой проволоки, что-то еще у тебя есть просто электро А, но вот эта калибровочная, не инвариантная я тебе еще раз повторяю, эта формула не полевая а что она не полевая? зато она правильная что такое В? скорость, ну нет такого понятия в теории поля в теории поля нету, не важно, что у тебя по теории поля мы же говорим по конкретную систему, по квантово-механической системе Ну и что? Допустим, в квантной механике нет калибровочного варианта. Ну и что? Квантовая механика, а неолитическая квантная механика, это не полная теория, так сказать. В ней, естественно, какие-то эффекты не объясняются. Что-то там, я не знаю, но мало ли чего есть. Ну, скажем, в обычной классической электродинамике, так сказать, если мы пытаемся интегрировать плотность энергии точечного заряда, она получается бесконечной. Это да. Много чего такого и есть, понимаете? Но я что хочу сказать, что если мы переходим к обычной нормальной теории поля, никакого нарушения калибровочной вариантности не происходит. Никакие соленоиды, так сказать, никакой калибровочной вариантности не получают. Но это надежда. Не, ну Стас высказал мне некое положение, как это можно объяснить. Но это надежда. На самом деле, с другой стороны, Стас, ты слишком глубокие представления вводишь для того, чтобы объяснить вот эту анормальность. А по идее, это же должно быть легко понятно должно быть. А почему нет? Ну, вы видите, эксперимент очень простой как бы. Мало ли, что простого есть экспериментально. А, знаешь, сервопроводимость тоже, так сказать, или... Ну, в каком-то смысле наше понимание точно так же действует по принципу этого, наименьшего действия, да? Понимание должно быть простым. Ну, это не совсем правильно. Сервопроводимость открылась в 1911 году и казалась, ну что, удивительно, да? Ну, как бы, просто, экспериментально просто, да? Потом 40 лет ее объясняли. Даже 40, больше 40. Не могли объяснить. Ну, вот, эксперимент 60-го года. Ну, что, 50 лет? 50 лет в этом году. Полвека. То есть, как бы, вот, такой вот есть яркий эффект, который... Ну, единственное, что, во всяком случае, я, как бы, правильное утверждение заключается в том, что, вот, от эффекта Аронова-Бома, как бы, из него нельзя сделать выводы о том, что в квантовой теории поля нарушается колебывающая характеристика. Это да, это да. Это нельзя. Это нельзя. Но то, что вот в данной системе вот так она выполнена, и колебывающая варианта свет, такой вывод можно сделать. Иначе, говорю, мы просто, точнее, не мы, как бы, прежде всего, Игорь, как бы, еще раз обнаружил какие-то проблемы физики, которые, вот, и можно было бы, если было бы, возможности, и, там, не время заняться, да, там. Я напоминаю вам наши замечательные эти штуки, с которых вы начали занимать, и эффекты Козырева. Опять напоминаю. Банка Козыревская, да, нить из этого штука. На ней висит крутильные весы. Таким образом, что одно плечо 10 раз больше, чем другое подлиннее. На эту лампочку взяли, сверху лампочкой, допустим, посветили, и у тебя, это значит, эта стрелочка, она отклонилась, взяла, так и отклонилась, к этому плечу появилась. Ответ, каким образом ее, экранирую от этого источника света, не экранирую, она все равно будет поворачиваться. Точно так же у тебя на Луне происходит затмение, просто происходит затмение, у тебя температура Лунной поверхности резко меняется. У тебя целый ряд параметров, которые Козырев там у себя в подвале, в Крымском сентябре изучал, меняются опять скачком каким-то образом. То есть у тебя происходит какой-то рода эффект. Взаимодействия как такового у тебя нет. Но что у тебя произошло? А у тебя изменился на самом деле потенциал. Ты вот посвятил, у тебя потенциал изменился. И так же на Луне... На самом деле ты пытаешься сейчас объединить явления. Да, я хочу сказать, что подобного рода логика, как ни странно, для объяснения эффектов Козырева подходит. К чему я это все ввел? У тебя нет взаимодействия. Взаимодействия у тебя действительно нет. Как мерили, его нет. Может, его действительно нет. Я-то всегда думал, что есть какой-то новый тип взаимодействия. Помните, для чего я это все дело высосал из пальца? А потому что у нас есть Хейлингер, так и это, и это. А давайте-ка поищем новый тип взаимодействия. А здесь у нас взаимодействия нету. Но у тебя есть изменение потенциала почему-то. Изменение потенциала приводит к интересного рода эффектам. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения квантово-механического эффекта Ааронова Бома, можно посмотреть на эффекты Козырева. Ну вот. Ну все, значит, тогда. Давайте сейчас я девочку обслужу. Частица взаимодействует в собственном поле, потому что на то пошло. Как она там взаимодействует в собственном поле? А почему до этого не взаимодействовала? Конечно, до этого. Ну вот она летела была откуда-то, не взаимодействовала, долетела куда-то. Она как бы взаимодействует всегда. Просто вопрос, другое дело, что встреча с таким соленоидом может приводить еще к дополнительным эффектам. Обменным каким-то эффектам? Да, ну допустим. А там поверхностные эффекты не могут как-то влиять? Конечно, поверхностные эффекты. Ну что такое экранирование? На границе поверхности возникают какие-то там эффекты обменные. Ну что-то происходит же? Ну я просто всегда, к примеру, беру вот эту вот клетку Фарадея, да, там, где там... Да. Которая экранирует электричество, на ней же на границе же эффекты происходят? Да, это происходит, да. Я просто хочу сказать, что между обмен виртуальными, как бы, частицами, словно говоря, между внутренностью соленоидом и нашим регионом, в общем-то, должен происходить. Почему бы нет? И поэтому, как бы, взаимодействие, как бы, в смысле квантово-полевом, там оно есть. Ну, если честно, как бы, это действительно, может быть, я уже настолько далёк стал от физики, что у меня была половина доклада непонятного. Где-то. Ну где-то половина и было понятно. Что-то я уже, честно говоря, не помню. Ну, как бы, у меня есть, как бы, не, конечно, физическая интуиция. Я же тоже с вами вместе учился. Ну, например, про калибровочные поля я уже забыл, на самом деле, что это такое. Продолжение следует...